Отлично. Если эти А и А с чехотой рядом, то уже делать ничего не надо, их можно убирать. Значит, обязательно есть где-то А, и где-то есть А с чехотой. Где-то есть А, где-то положено на правую строчку. Ребята, теперь два А случая. Один случай такой. Есть ситуация, когда где-то здесь есть В, и где-то здесь есть В с чехотой. И другая ситуация, когда такого нет. Вот давайте говорить, что в этом случае пара А с чехотой разделяет пару В с чехотой. А возможно другая ситуация, что вот эти вот А и А с чехотой есть, а такой В у нас нет. Вот оказывается, что если у нас нет такой пары, то картинка будет, смотрите какая. Все ситуации с такими парами Б с чехотой будут так, что либо и Б и Б с чехотой здесь, либо они обе внизу. Я утверждаю, что в таком случае мы просто были неправы на предыдущих этапах. Помните, мы там добились, что все вершины, на самом деле, на этой точке. Правильно? А сейчас смотрите, что я делаю. Я возьму, напишу внизу везде букву М, 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 М. А здесь везде напишу букву Н. Понимаете ли вы, что М и Н – это разные буквы? Понятно? Если у нас есть буквы подряд, то они обе или вверху, или внизу. Поэтому они не могут повлиять на то, чтобы М стало равно Н. А вот эти Б-шки, ну как они, здесь, там другие какие-то, внизу здесь. То есть, получается, что эта буква и эта буква – разные буквы. Значит, эта ситуация просто невозможна. Такого не бывает. А вот если ситуация такая, то можно, сделав абсолютно понятные разрезы, добиться ситуации Х, У, Х с чертой У. Итак, если у нас есть вот такая картинка, соединяем. Теперь переношу это вниз. Переношу это вниз. Здесь получился отрезок А. Здесь получился отрезок А с чертой. И здесь, внизу, при параллельном переносе, получился отрезок Х с чертой У. Так, отлично. Теперь я могу вверх стереть. И теперь у меня В уже исчезло. Буквы Б больше нет. Вот этого тоже больше нет. Теперь где-то там вот у меня Х отрезок. А здесь есть А, Х с чертой, А с чертой. Отлично. Что теперь будем делать? Теперь надо склеить по А. И во время этой склейки Х и Х с чертой должны отмечать, но в русском объединится. Как это оказаться рядом? Как это произойдет? Ну да, через одну, да. Через одну. Сначала левого А с концом верхнего Х. По такой диагонали? Да. Хорошо. Пусть по такой диагонали. И с левым по А. Тогда поставим здесь с левым вниз. И тогда, ну пусть будет, здесь будет вот Y, ну а тогда на этой части тот же самый разрез будет называться Y с чертой. Отлично. Теперь берем вот эту штуку и параллельно сдвигаем сюда, да? Хорошо. Тогда А перейдет вот сюда, склеится. После этого пойдет сюда, сюда. Сделим вот Х. А по-моему, да? И тут будет Y. Теперь я должен вот эту левую часть уже забыть. Так. И что у меня здесь получается? Здесь получается X, Y, Y, X с чертой, Y с чертой. Ура! Левую часть я убираю. И действительно, получилось ровно то, что мы хотели. То есть мы хотели, чтобы здесь было Y с чертой, но здесь получилось. Дальше здесь X с чертой. Вот это А с чертой, но, может, склеивать его уже больше нет. Здесь вот X, здесь Y. Победа. Так, ну что, эфицианты у меня там показательства прошло. Если на нашей картинке где-то есть буквы Y с чертой, то мы сумели, ну, можно сказать, отрезать тор. Да? Замечательно. Теперь остался последний этап. Если в нашей картинке есть и ситуация вида АА, и ситуация вида ну давайте X, Y, X с чертой, Y с чертой. Нужно сейчас понять, почему на самом деле это то же самое, что АА, ПВ, ЦЦ.